Встретиться и обсудить волнующие вопросы предложил нефтекамцам главный врач городской больницы, а также укрепить здоровье, подышать свежим воздухом и немного размяться. Немного разогревшись, главный врач нефтекамска Рафаэль Зиединов вместе с заместителем главы администрации городского округа по социальным вопросам Артуром Фазлыевым, медицинскими работниками, студентами нефтекамского филиала Бирского медико-фармацевтического колледжа устремились вглубь леса. Один из вопросов, заданных в этот вечер, касался сферы офтальмологии, а точнее направлений на лечение в другие города. Где-то 60-70 человек. Мы всех, кто сейчас в лесе ожидания стоит, мы всех стараемся пролечить и уфер. Дальше мы планируем, пока мы свое не открыли, мы планируем, но пока будут приезжать специалисты из Уфимской городской больницы номер 10, там тоже крупный офтальмологический центр, и они будут на базе и на Умского офтальмологического центра, мы будем пока перейти. То есть это не местные, а будут ученые, ну, хорошие курорги, специалисты в офтальмологическом профиле из Уфы, мы будем оказывать помощь. А потом, когда здесь откроется, ну, естественно, мы сами. Со слов Рафаэля Зиединова, одной из главных целей подобной прогулки по лесу является пропаганда здорового образа жизни, в котором присутствует физическая активность, правильное питание и отсутствуют вредные привычки. ЗОЖ положительно влияет на качество и продолжительность жизни, отметил главный врач городской больницы. Хотели предложить нашим жителям, чтобы они больше двигались, больше проводили времени на свежем воздухе, естественно, вредные привычки, чтобы минимизировали, либо совсем от них отказались, потому что вот все вот эти мероприятия, они приводят к тому, что человек становится здоровее, и у него средняя продолжительность жизни увеличивается, и он живет более качественно. То есть мы хотим в конечном итоге, чтобы жители долго и счастливо жили и без болезни. А, как известно, физическая культура и спорт, она что делает? Она, вот мы сделали сегодня зарядку, она разогревает все органы и ткани наши, она улучшает микроциркуляцию. А когда улучшается микроциркуляция, улучшаются обменные процессы, и человек выздоравливает. Подобные прогулки будут проходить и впредь, заверил нас главный врач городской больницы. О чистоте проведения подобной акции, темах встреч и многом другом можно будет узнать на официальных страницах городской больницы в социальных сетях.